Время рождественских праздников, друзья. Кто-то уже отпраздновал, кто-то еще только собирается праздновать, кто-то вообще не празднует. Это не имеет особого значения. Но думаю, что нет такого человека, который бы ничего не слышал о Рождестве Христа и хоть что-то не знал бы об истории, как Иисус родился в этот мир. Эта история напоминается в церквях на каждом рождественском богослужении, и дети наряжаются в костюмы Иосифа, Мария изображает овечек в клеву, пастухов и мудрецов, которые пришли поклониться новорожденному младенцу. Эта же история запечатлена в скульптурных композициях, которую можно увидеть на каждой городской площади, ну, по крайней мере, в тех странах, где христианство приветствуется. И вот у меня возникает вопрос. А для чего вообще нам нужно так подробно знать эту историю? Каким образом Иисус родился? Разве не важно просто факт, что Он пришел в этот мир, взял на себя грехи наши, умер за них на кресте, воскрес для нашего оправдания и скоро грядет вновь? И вот евангелист Марк, например, ничего не говорит о том, как родился Иисус. У него в первой главе его Евангелия Иисус появляется уже взрослым и творящим великие чудеса во славу Божью. Для чего нам нужно знать историю Рождества? Почему евангелист Лука так подробно ее описывает? А евангелист Матфей тоже уделяет внимание каким-то моментам истории Рождества, на которые не обратил внимания Лука. Во втором послании Тимофея, 3 глава, 16 стих, апостол Павел пишет, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления и для наставления в истине. И если эта история есть в Библии, значит она нам для чего-то нужна. Разве только для того, чтобы напоминать ее в который раз друг другу во время рождественских праздников? Нет, друзья, история Рождества Христова – это не только о нем. Это вообще-то про нас с вами. Это имеет прямое отношение к нашему рождению от Отца Небесного. Давайте сегодня поговорим на эту тему. Я приветствую всех, кого это интересует. И начну я с Евангелия от Иоанна. Иоанн тоже не описывает историю рождения Иисуса Христа, но зато говорит что-то, что поможет нам понять смысл и тайну Рождества Христова, ее значение для нас. И прочитаю я в начале текст из 3 главы Евангелия от Иоанна. Между фарисеем и Балнекто Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Ну, непонятно, как дальше Никодим представлял себе продолжение разговора с Иисусом. Может быть, хотел обсудить какие-то важные теологические вопросы. Но Иисус говорит этому много о Боге, знающему человеку, самый важный момент. Стих 3. Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть царствие Божьего». Все. Без рождения свыше невозможно увидеть царство Божье, войти в царство Божье, как в вечное наследие, так и увидеть явление Божьей силы и Божьей жизни здесь и сейчас. Никодима эти слова вводят в смущение. Он начинает там думать и говорить, как это возможно родиться свыше, заново, то ли надо снова войти во чрево маме и так далее, всякую ерунду. Но Иисус настаивает на своем и говорит следующее, с 6 стиха. «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Должно вам родиться свыше, друзья. Сегодня много людей считают себя христианами. Но вопрос, который нас должен волновать, это не вопрос, с кем ты себя считаешь, читал ли ты Библию, ходишь ли ты в какую-то церковь и что ты знаешь из этой Библии. Никодим многое знал. А вопрос, от которого зависит наше отношение с Богом, явление Божьей жизни здесь и сейчас и наше наследие вечного Царства Божьего, этот вопрос звучит так. Ты рожден свыше. Вот что важно. И вот, что нужно нам. И история Рождества Иисуса Христа, это на самом деле ответ на вопрос, который дальше Никодим задает. Как это может быть? А как это может быть? А вот так, как мы читаем в Евангелиях, где описана история Рождества Христова. Как такое могло быть, что с небес на землю пришел и родился носитель природы Божьей? Как мы можем стать носителем природы Божьей? Если посмотреть на первую главу Евангелия Теана, то здесь написано следующее. С первого стиха. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Где жизнь моя и твоя? Как начать жить той настоящей Божьей жизнью? Чтобы жить, нужно родиться. Откуда эта жизнь должна прийти? Оттуда, где она есть. А где она есть? У Бога, в Его Слове. Первое послание Анна, первая глава, тоже хочу этот стих напомнить, это стих второй. «Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Вот суть рождения свыше, о котором Иисус спрашивал Никодима, о котором Библия говорит нам. Жизнь, которая сокрыта была, наша жизнь в Боге, у Отца, она явилась нам. Как она явилась? Тем же путем, как она явилась в Иисусе Христе. Вернемся к 1 главу Иоанна, с 11 стиха прочитаю. «Пришел к своим, и свои не его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами полной благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Посмотрите, как Иоанн соединяет вопрос пришествия в этот мир, Слова Божьего, которое есть, Сын Божий Иисус Христос, Боговоплощение на земле, и вопрос нашего принятия Христа, нашего рождения свыше. И вот как раз историю, которую мы читаем о том, как родился Иисус Христос, эта история помогает нам, друзья, понять и увидеть, каким образом и в нашу жизнь должно прийти такое же духовное рождение. Если мы знаем о том, как родился Иисус Христос, но история Рождества не воплотилась в нас, что пользы, какой от этого толк, от этих знаний, должно вам родиться свыше. Поэтому давайте сейчас мы с вами вновь прочитаем историю Рождества Христова, но уже не как историю рождения Иисуса, а применительно к тому, как природа Сына Божьего Иисуса Христа рождается и развивается в нас. Начнем мы с Евангелия от Луки, второй главы, где эта история Рождества достаточно подробно описана и сформулирована. И первое, с чего мы начнем, первая глава, 26 стих, с чего все начинается? В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же Деви Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенно ты между женами. Произошло откровение, что Бог избрал эту женщину, и к ней приходит ангел и приносит ей Слово Божье. Слово, обещающее, что родится носитель Божьей природы. То же самое должно произойти с нами. И если ты, человек рожденный свыше, то наверняка был момент, когда Бог послал какого-то ангела, может быть, это тоже был какой-то человек, посланник Божий, который принес тебе это Слово, эту весть о том, что есть другая жизнь, которую ты можешь принять. Какой следующий шаг? Мы читаем дальше. Стих 37-38. Ибо у Бога не останется бессильным никакое Слово. Тогда Мария сказала, «Сера, во Господне, да будет мне по Слову Твоему». Да будет мне по Слову Твоему. Рождение свыше не может произойти только от того, что человек пришел в церковь или услышал где-то Евангелие и знает прекрасную историю Рождества. Должна произойти реакция, принятие этого Слова и согласие внутри. «Я хочу, чтобы моя жизнь изменялась по Слову Божьему». И тогда следующий этап начинается. Не сразу рождается Христос, но, имея это Слово, приняв это Слово, Мария проходит определенный путь, и здесь описано, что у нее есть некоторые встречи. В данном случае, в случае истории Рождества Христова, это встреча с ее родственницей Елизаветой, которая начинает ей также подтверждать и говорить о том, что Бог хочет произвести в ее жизни и свидетельствовать о силе Божьей. «Посмотри на меня», говорит Елизавета, «я была бесплодна, но теперь тоже имею в сердце дитя». Бог обязательно даст нам определенные встречи, на которых нам нужно получить еще дополнительное подкрепление и свидетельство к тому Слову, которое мы приняли в свое сердце. И знаете что? Если мы идем путем Рождества Христова, то у нас возникает интерес к этому. Мы слушаем это все, и как там написано далее, слагаем это в сердце своем. И фактически мы как будто становимся беременными. Внутри нас что-то появляется, что еще пока мы не можем сами осознать, и это еще не видят другие люди. Но очень интересный момент. Бог устраивает нам определенный путь. В случае Иосифа Марии так сложились обстоятельства, такие были изданы указы, что им пришлось идти в Вифлеем. Вроде бы не время, и не подходящее время, и не подходящее место. Но о чем мы читаем Луки 2 глава, стих 6. «Когда же они были там, наступило время родить ей». Чтобы наступило время, откровение в нас, этой новой природы, рожденной свыше, нам нужно оказаться там. А вот где там? В их случае это было не то место, которое оказалось наиболее подходящее с человеческой точки зрения для рождения ребенка. Это не был дом, это не были какие-то хорошие условия, это не был дворец, в котором люди думают, что должно родиться царю. Это был хлев. Очень неподходящее место. И еще очень важный момент мы читаем об этом месте. 7 стих следующий. «И родила сына своего первенца, испеленала его и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Гостиница это что такое? Гостиница это где люди живут. Гостиница это образ общения с этим миром. Но им там нет места. Ну, есть разные объяснения, почему там не нашлось места. И я думаю, что причина не в том, что все гостиницы были разобраны, уже заняты все номера. На самом деле причина больше связана с тем, что люди того времени понимали, что по закону Моисеева, об этом написано в книге Левита, женщина после родов является нечистой продолжительное время. Если родит мальчика 40 дней, если девочку вообще 80, и в этот момент как бы и ее выгнать нельзя, выселить, и если она продолжает оставаться там как нечистая, то как тогда эта гостиница будет функционировать? Хозяин потерпит большие убытки. Поэтому никто не хотел связываться с роженицей. Вот примерно что-то подобное должно произойти и в нас. Когда мы уже носим в себе Слово Божие, когда мы принимаем его, оно подкрепляется свидетельствами с разных сторон, то для того, чтобы произошло духовное рождение, мы должны выйти из тех привычных, комфортных обстоятельств нашей жизни. Мы должны быть как бы отторгнуты тем обществом, тем образом жизни, в котором мы жили раньше. Нет, это еще не гонение, но наступает некое непонимание. Мы не находим себе места среди тех людей, с которыми раньше спокойно проводили время. Почему? Потому что в нас появилась другая природа. Природа от Бога, природа свыше, и она находится в противлении природе этого мира, духу этого мира. Поэтому мы не находим себе места там, и у нас возникают какие-то трудности, какие-то сложности, и появляется некий наш хлев. Не в каких-то идеально прекрасных обстоятельствах человек рождается свыше, а человек рождается свыше, когда попадает в стесненное обстоятельство, но имеет в себе Слово Божье и имеет решение, да будет мне по Слову Твоему. И вот здесь рождается Иисус в истории Рождества Христова, и здесь что-то, не что-то, а Божья природа, новая природа, незнакомая нам, открывается в нас. И что должно тогда произойти сразу же? Мы читаем в 9 стихе, в 8 стихе. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осеяла их, и убоялись страха великим. Вот эти вот пастухи, это не просто какие-то случайные люди, которым негде было ночевать, они были в поле и вот увидели эту картину. Нет, вообще-то мы должны понимать духовный образ. Это пастыря, которые содержат ночную стражу и наблюдают за стадом Божьим. Это те, кто живет по духу. Это те, кто имеет уже понимание откровения духовной жизни и способен отреагировать на то, когда эта жизнь рождается или проявляется в другом человеке. Нам обязательно нужно на пути нашего рождения свыше, вот в этом процессе истории Рождества в нас, чтобы в нашу жизнь пришли такие пастухи. Чтобы появились такие пастыря. У меня это было. Это не обязательно структура какая-то динаминационная, но это должны быть люди, которые имеют в своем сердце то же послание Христово и ту же радость небесного царства о кающемся грешнике и об изменяемой жизни. Жизнь меняется Духом Божьим. И тогда эти пастухи приходят и они начинают передавать Слово Божье, то есть Божью перспективу, Божий план раскрывать, раскрывать вот эту тайну нового рождения, эту тайну Евангелия для новорожденного вот этой души. И Мария все это принимает в сердце свое. Следующий момент, который также имеет отношение к историю Рождества, о чем мы читаем чуть дальше, это написано в 21 и 22 стихе. Лухи 2 глава все по-прежнему. По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом, прежде зачатия его в очреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа. Очищение, обрезание и посвящение Господу. Знаете, вот когда человек просто услышал где-то слово, он услышал историю Рождества, даже сходил в церковь и покаялся. И на этом все для него закончилось. Весь его контакт, вся его причастность, так скажем, к историю Рождества Христова, то никакого рождения свыше здесь не будет. Чтобы рождение произошло свыше наше, история Рождества должна в нас воплощаться во всей полноте. А в истории Рождества есть место очищению, обрезанию и посвящению. Это связано с тем, что мы пребываем в Слове Божье, которое очищает нас и изменяет нас. Мы пребываем в общении святых детей Божьих. Вот почему Бог прилагает спасаемых к церкви. И там, имея общение друг с другом, мы ходим во свете, и кровь Христа омывает нас от всякой неправды. Ну и, конечно же, наше крещение. Крещение в Иисуса Христа. Это тоже важная часть на нашем пути. И если мы не собираемся радикально менять всю свою жизнь и посвящать свою жизнь Господу, быть Его учениками и последователями, то все наши знания о том, как родился Иисус Христос, это просто красивая история, не имеющая в нас никакой силы. Что дальше происходит? А вот дальше я бы хотел перейти в Евангелие от Матфея, потому что Лука об этом не пишет, а вот Матфей как бы дополняя, показывает еще два момента, которые тоже имеют отношение к Рождеству Христа и которые нельзя упустить. Еще кто-то должен появиться. Появляются мудрецы. Вторая глава Матфея. Помните, мудрецы с Востока пришли, потому что они увидели звезду, увидели знамение, что где-то родилась эта новая природа и пришли и принесли дары. Матфея, вторая глава, мы читаем одиннадцатый стих. И войдя в дом увидели младенца с Марией, матерью его, пав поклонились ему и открыв сокровища свои, принесли ему дары золота, ладан и смирну. Когда происходит наше рождение свыше, то всегда должно происходить принятие дара Духа Святого. Принятие даров от Бога. Здесь это как помазание Божие, которое имеет три стороны здесь, вот в этом даре описано. Золото это это прообраз царства. Бог призвал нас быть царями. царями в том смысле, что нам есть место, есть причастность к наследию Царства Божьего. И поэтому приняв это помазание, приняв это золото, мы будем проходить свой путь приготовления к наследию этого Царства. Это золото веры будет очищаться испытаниями, очищаться огнем, чтобы стать драгоценным, чтобы эта вера наша, как золото, могла нас спасти, могла нас привести вот в эту царственную позицию вечности. Ладан это священнический прообраз. Мы призваны быть священниками перед Богом, священно действовать, прежде всего, в своей жизни. Что такое функция священника? Это функция, которая показывает, что принадлежит Богу, что не принадлежит Богу. Наше освящение, наше отделение от прежнего образа жизни, изменение нашего мышления, очищение нашего сердца. Мы предстоим как священники перед Богом и в молитве, и в Слове Божьем. Мы также священно действуем теперь в нашей семье, в нашем окружении. Где-то мы получаем служение и начинаем служить другим этим же священно действуем Божьим. И смирно, смирно и помазывали перед погребением тела. И этот дар дается нам. Это и есть помазание, следование за Христом, отвергни себя, возьми крест свой. Без этого тоже истории Рождества не бывает. И история Рождества в нас не воплотится, а наше рождение свыше не состоится и не принесет результат Божьей жизни нам. И еще один момент здесь Евангелист Матфей открывает. Давайте прочитаем с 13 стиха. Когда эти мудрецы отошли, то ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет и будь там доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Ирод хочет погубить младенца. Плоть всегда противится духу. Этот Ирод это и дух мира сего, этот дьявол, который хочет подавить в человеке эту возникшую ненавистную ему природу жизни Божьей. Тьма хочет поглотить этот свет. И это прежде всего наша плоть. Наша плоть восстает против познания новой жизни, против откровения новой жизни. И поэтому здесь нужно бежать в Египет. Что такое Египет? Это очень интересный библейский прообраз. С одной стороны это какой-то плен, какая-то теснота, это какое-то несовершенство, ну по сравнению с тем совершенством Божьего Царства, землеобетованной, куда мы призваны. Но в то же самое время это место сохранения народа Божьего и умножения народа Божьего. Так было с Израилем. 70 душ в Египет пришли, да, потом оказались в плену и в тесноте, но вышли оттуда в землеобетованную уже сильным, умноженным народом. И это должно происходить у нас. Фактически это время нашего отделения от мира. Когда мир начинает нас гнать, но и мы отделяемся от этого мира, потому что это теперь для нас чужеродное, мы теперь люди другой природы. И в этом отделении от мира мы сохраняем себя и мы, теряя прежнюю жизнь, возрастаем в жизни Божьей. Если вернуться сейчас опять в Евангелие от Луки, во вторую главу, то здесь мы так и читаем с сорокового стиха. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь мудрости и благодать Божья была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. Смотрите, вот в результате того, что история Рождества развивается, Сын Божий явившийся воплоти, природа Божья воплотившаяся в этом младенце Христе, она развивается и возрастает, и благодать Божья умножается, и он регулярно находится, постоянно, системно находится в присутствии Божьем. Праздник Пасхи, причастие тела и крови Иисуса Христа в нашем случае. Кто будет есть тело мое и пить кровь мою, будет иметь в себе жизнь. Просто собирайте все эти знакомые вам места Писания в одну историю, в одно единое цельное понимание Божьей истории нашего. Рождение от Бога и обретение нами новой жизни. И дальше мы читаем, что в результате вот этого регулярного пребывания и в общении святых, и в церкви, и в слове, и в молитве, и в принятии тела и крови Господа не только обрядом, но нашим сердцем, нашей верой, нашим образом жизни мы достигаем отроческого возраста. Когда 12 лет ему было, описывает дальше историю Рождества Христова, он, будучи в Иерусалиме, задержался там, неожиданно для родителей. Они его потеряли, искали три дня, а когда вернулись, нашли его, сидящего посреди учителей, слушающего их, спрашивающего их, пребывающего в общении святых. Они спрашивают, почему ты здесь так много времени, мы тебя потеряли. И вот ответ Иисуса Христа, 49 стих, 49 стих, 2 главы Луки. Он сказал им, зачем вам было искать меня, или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему. Можно сказать, что вот здесь вот история Рождества и история возрастания младенца Иисуса завершается. Не завершается история Христа, его жизни, его служения, но он теперь в отроческом возрасте уже постоянно пребывает с Отцом, познавая Отца и видя Отца, являя Отца в Своем служении другим людям. Это вот есть важная неотъемлемая часть истории Рождества Христова. И вот возникает вопрос к тебе, дорогой друг. В твоей жизни история твоего рождения свыше произошла таким же образом. Увидел ли ты в своей истории твоего рождения свыше все эти моменты Рождества Христова? Или может быть это все для тебя чуждо и незнакомо? Все твое христианство это просто то, что ты когда-то прочитал какую-то молитву покаяния и иногда ходишь куда-то, но ты знаешь, как родился Иисус. Совершилась ли эта история в тебе? Вот это важный вопрос. Я желаю вам, дорогие друзья, чтобы каждый из нас пережил полноту истории Рождества Христова в своей духовной жизни. Так же, как Мария, когда-то мы приняли это слово через каких-то ангелов и однажды в нашем сердце пришло согласие «Да будет мне по слову твоему». С этим внутренним состоянием, как с беременностью духовной, мы ходили и у нас возникал интерес, мы хотели услышать еще, еще, общаться начали с кем-то, кто нам свидетельствовал и раскрывал глубже, что такое жить с Богом. И однажды Бог ввел нас в состояние и в обстоятельства, когда уже этот мир выглядит для нас чужим, и где-то у нас даже кризис, и мы в каком-то хлеву, но там открывается эта новая природа и наше доверие Богу, и наше упование на Него. И дальше тогда появляются в нашей жизни посланные от Бога люди, которые сопровождают нас, лучше объясняя путь Господень. И мы проходим освящение и посвящение, очищаем себя и вступаем в завет с Богом, и дары от Бога принимаем, и гонения претерпеваем, и возрастаем в познании Бога, пребывая на этом пути, чтобы быть вечно в доме нашего Отца, жить жизнью, которая пришла от Бога с небес к нам. Вот оно, настоящее христианство, и вот оно, настоящая история Рождества, твое и мое рождение от Отца Небесного. Да совершится оно в нас во всей полноте. И будьте благословены в этом пути. Субтитры создавал DimaTorzok